А вот и мой подарочек пришел. Та-дам! Открываем. Так приятно получать посылки. Кстати, быстро дошла с Америки. Упаковано все. Ого-го. Вау! Вау-вау-вау! Вау-вау-ваау! Вау! Все очень хорошо упаковано. Та-дам! Тедди Блейк. Блейк. Нью-Йорк. Пыльничек такой. Ну, красотка же. Мне советовали, конечно, другие цвета. И такой тоже. Но я все-таки решила заказать бежевый. И думаю, как-то это более классический цвет такой. Поэтому решила взять бежевую сумочку. Все так аккуратненько вроде прошито. Ровненькие все швы. Натуральная кожа. Пахнет кожей новенькой. Так, как же она открывается? Ах, запах кожи. Тут кармашек есть. Ремешочек. Все аккуратненько. Прошито. Фурнитура такая хорошая. Надеюсь, качественная. Влезут все мои учебники. Кстати, советовали рюкзачок взять. Но как-то рюкзачок это совсем не мой стиль. Поэтому я все-таки решила взять сумку. Мне больше подходит сумка. И, кстати, на сайте у них много-много на распродаже было сумок. Я хотела себе взять. Но решила пока вот эту взять для учебы. Потом посмотрю что-нибудь себе на распродаже. Цены очень крутые, низкие. Друзья, оставлю ссылочку. Посмотрите, может кто-то что-то себе выберет на распродаже, например. Ну, или вдруг кому-то понравится сумочка такая. Сейчас посмотрим, как влезут мои учебнички. Задают мне много. Такие у нас учебники большие. Поэтому как раз войдут, наверное. Финальчик. Зубная щеточка. И войдет еще бутылочка с водой. Отлично. Прям в самый раз. Красота. Вот этот ремешочек тоже пристегну. А вдруг захочется мне повешать. На плечо. Красота. Ну, красота. Красивая сумочка. Прям налюбоваться не могу. Все поместилось. Главное качественная. Все швы хорошо так проэтованы. Проклеены, промазаны. Все хорошо. Прям. Красотка. Ну, а пакет мой прощай. Мужа подарок пришел. Мне кастрюлю тебе, симбаль. О, спасибо. Ура, 이쁘다. Аня, шина, сайзи генчана. Генчана, генчана. Генчана, генчана. А, пакет. Генчана, генчана. Ура, 이쁘다. Друзья, всем доброе утро. Сегодня Хаюночка одна идет в детский сад. А у нас будет в Тесане свидание. Что такое? Давай ручку. Тесанчик, едем с тобой на свидание? Сначала едем кушать, а потом в парк, да? А до свидания? До свидания. Свидания у нас с тобой. Кушать идем, а потом в парк. Будем гулять. Это и есть свидание. Окей? Let's go? А? Как и любое свидание, начинается с еды. Идем кушать. Так, мы заказали грибной супчик, роллы. Тут нас еще угостили круассанчиком. Будем кушать с этим красавчиком. Да, красавчик? Ага. И хлебушек. Я тебя сейчас супчиком покормлю, а потом роллами. Вот так вот мужчины иногда приходится кормить с ложечки. Садись. Ой, какатка. Какатка. Мам, так классно. Это не хлебушек. Хлебушек? Вот так. А, что ты еще око-пайшел? Угу. Мам, не кусай, а это будет. Нет, кусай. Торо. Очень-очень-очень вкусно. Безумно вкусно. Поели, сейчас бы поспать, но поедем развлекаться. Да, Тессана? Тессана, бери круассан. Да, давай поехали скорее. Время уже много. Бери круассан свой. И чай пей. И поехали. Все, мчим в парк. Будем сегодня гулять. Потом, если успеем, сходим в кафе. Да, Тессанчик? И хаюнку возьмем. И хаюнку возьмем. Этот мальчик без хаюнки не может. Везде ему хаюнка нужна, сестричка. Кстати, я в машине вчера упралась, все пропылесосила, всю пыль протерла, чистота. Ненадолго, конечно. Тоже замечаете иногда, что Тессанчику не хватает внимания, но это естественно, когда есть младший ребенок, Тессанчику пришлось повзрослеть, хотя ему было всего два с половиной годика, когда родилась хаюнка, и он резко стал взрослым братом. Так бывает. Но он очень любит хаюнки. Тессанчик очень-очень добрый пацан. Растет. А пока мы едем, я немножко с вами поболтаю. По поводу старших детей расскажу, потому что много новых подписчиков, задают вопросы. Всем ответить в комментарии я не могу, поэтому отвечу в видео. Скоро, совсем скоро они приедут. Я попросила дочку тоже снять кусочек дороги. Обязательно расскажу про дорогу. Многие спрашивают. Всем интересно сейчас в связи с обстоятельствами вообще, как проходит дорога, через какие страны, сколько выходит. Обязательно всем с вами поделюсь. А пока просто остается ждать. И да, обстоятельства иногда не зависят от наших желаний. И мы не бьемся в истерике, просто решаем проблемы по мере их поступления. Вообще, друзья, счастье не в том, чтобы жить без проблем, а счастье в том, чтобы уметь решать проблемы. И мы получаем удовольствие и счастливы, когда находим решение своим проблемам. Поэтому мы не бьемся в истерике, но мы не можем изменить ситуацию, поэтому мы принимаем и живем, и радуемся. Все. Почему дети не прилетели раньше или мама моя? Потому что они учились. Сейчас они получили табель с оценками и могут спокойно лететь. Настя на каникулы, она потом вернется в Россию, заканчивает школу. А Алексей будет продолжать учиться здесь. Мама по обстоятельствам. Ну и искали, конечно же, билеты подешевле, потому что три билета взрослых купить, это достаточно накладно в настоящее время. Поэтому искали, через какую страну смогут полететь, чтобы как-то добираться до этой страны. И вот нашли более-более такие приемлемые цены. Потому что смотрела через Дубай, на троих билеты выходили в одну сторону под миллион рублей. Ну, как бы, таких денег нет, чтобы вкладывать в билеты. Поэтому искали какие-то приемлемые варианты. Когда в 2020 году мама полетела с Тесанчиком в Россию, и ничто не предвещало остановки рейсов, как бы, корона только-только начиналась, никто об этом и не думал даже. Просто перестали летать самолеты, и мама застряла в Тесане в России. И в одну сторону на одну маму вышел билет 4 миллиона вон. Просто бешеные деньги. Сейчас также Алексей летел в Россию на один месяц и не смог вернуться. К сожалению, ни денег даже за билеты нам не вернули, ничего. Вот так бывает в жизни. Ну, что теперь? Плакать и думать об этой ситуации все время? Нет, конечно. Поэтому остался, доучился этот год. И сейчас прилетит. Уже как раз отменили даже безвизовый режим, отменили даже карантин 7-дневный по прилету. Даже невакцинированные люди могут теперь не сидеть на карантине. Единственное, по прилету нужно сдать ПЦР-тест. И все. Друзья, мы доехали до Чайна Таун, китайский райончик. Сейчас пойдем прогуляемся, посмотрим. И потом уже поедем в парк аттракционов. Красота. Пойдем вниз сходим, а потом наверх поднимемся. Смотрите, какие дракончики. Здесь вот карта Чайна Тауна. Большой такой достаточно райончик. Ворота такие красивые. Очень красиво все вырезано. Это все из дерева. Деревянные. Красота. Огромные такие. Полицейский участок. Тоже в китайском стиле. Мама ландовый. Мама ландовый. Полицейский участок ландовый. Красота. Друзья, смотрите, все дома так вплотную поставлены. Окна в окна смотрят. И тут вообще такой чик-закуточек. Идешь-идешь, а там уже другой дом. Интересно, да? Строят. Ну, кстати, в Корее есть закон, по которому вот такие дома имеют право строить на близком расстоянии, а пата, например, не имеют право строить близко друг к другу. Я думаю, что здесь основная масса проживает китайцев. Все-таки китайский район. Вот такие улочки. Узенькие, куда-то ведущие, непонятно. Мама, что это такое там? Не знаю, сейчас посмотрим, что там. Тоже куда-то ведущая дорога. Узенькая. Какой-то дом, что ли. Здесь, смотрите, фотостудия. Можно зайти пофотографироваться, выбрать себе наряд. Вот такие наряды можно выбрать и фотографироваться. Прикольно, кстати. Интересно. Красота. Какие сумки красивые. Ой, я тоже хочу здесь пофотографироваться как-нибудь. Классно. И вот Инстаграм есть и телефон. Классно на улочках китайских пофотографироваться в такой одежде. Очень хочется попутешествовать по Китаю. Надеюсь, в следующем году в Китае снимут тоже все ограничения. Очень жесткие ограничения. Я слежу за блогерами. И это просто ужас. Закрывают целыми районами до сих пор. Ну, я не знаю, как можно жить в такой обстановке. Я думала, в Корее строгие такие ограничения, но, оказывается, нет. В Китае. Ой, наверх можно подняться. Красиво как. Пойдем поднимемся наверх. Ресторан красивый. А там ворота. О, знаки Зодиака. Мы, когда в Пусане, я снимала влог, ездили в Пусан. Буддийский храм. Как раз там эти знаки все были. Вот тигр. Мой знак Зодиака. Или это не тигр? Знаете, эти знаки так сделаны, что немного непонятно. Нет, тигр, все правильно. Это мой знак Зодиака. А смотри, какой такой. Ой, и малыш. Кстати, это год же тигра в этом году. Поэтому это мой год. Все из дерева вырезано. Красиво. Здесь, наверное, какая-то история Китая. Или что? Здесь еще лестница наверх. Здесь тоже вниз дорожка. Так. Сейчас мама поднимется наверх. Постой. Я посмотрю. А здесь просто парк для прогулки. Пойдем, Пусанчик. А это ты, Санчика, знак Зодиака. Собака. Да, ты, Санчик? Да. Кулачок ему надо потереть. Пойдем. Красивая такая лестница. Наверное, в парк. На коне хочешь сфотографироваться? Давай. Я тебя сфотографирую. Мороженое в форме розочки делают. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое будет? Вот такое может быть? Шоколад тальги? Да? Да. Шоколадное? Вкусно? А смотри, мороженое с ягодой. Там прям кусочки ягоды, оказывается, есть. Видишь? Кусочки клубнички. Кушай. Пойдем. Я не знаю, как люди сегодня ходят в масках. Просто невозможно. Сразу лицо мокрое. Жарко, невыносимо. Дорого-богато. Смотрите, как все расписное. Ну, все бы хорошо, но я не помню, где парковка. Так, ну, вроде вернулись на место, откуда мы начали свой путь. Сейчас найти главное паркинг. Нашли машину, едем дальше. Ну, и пока мы едем, продолжу болтовню свою. Как относится мой муж к моим детям? Частый тоже вопрос, комментарий. Естественно, если бы он относился плохо, он бы не был моим мужем. Ну, или как минимум перестал бы им быть. Ну, я думаю, что это логично для любой мамы, для любой женщины. Так что, думаю, на этом вопрос закрыт. Кто содержит моих детей, пока они в России? Дети содержались на средства от продажи косметики. Я продавала косметику, уже об этом говорила. Ну, и частично, естественно, мы отправляем. Естественно, помогает муж мой. И я думаю, что это логично. Мы семья, мы уже знакомы 7 лет, и 5 лет мы живем вместе. Поэтому, я думаю, тут все логично. Друзья, еще частый вопрос, комментарий по поводу моделинга в Корее. Да, моделинг, действительно, для иностранцев, я думаю, это не составляет труда найти контракты в Корее. Часто говорите, чтобы я шла в модели. Но я думаю, что в этом нужен талант или хотя бы развивать. Я не вижу себя в этом, как бы, ну, это не мое. С детьми мы ездили, участвовали в съемках. Но так как юнка маленькая, она капризная, поэтому просто это стало невозможно. Во-вторых, в студии находятся обычно все за городом, далеко. Это полтора-два часа еды до туда, только и потом обратно. И когда съемки детей, это непредсказуемые и непредвиденные затраты времени. Поэтому иногда приходится ждать. И маленький ребенок, естественно, устает от этого. Во-первых, дорога. Во-вторых, ожидания. В-третьих, съемка. Ну, как бы, тяжеловато с ребенком. Есть дети спокойные, которые я видела сама, которые дети легко снимаются, поспят, потом дальше продолжают сниматься. Поэтому, конечно, с такими детьми легко. У меня дети, наверное, слишком активные. Поэтому мы пока это отложили. Но, возможно, я планирую это возобновить. Плюс еще зимой очень-очень холодно в студиях. И, естественно, ребенка раздевают. Я, конечно, выбрала здоровье своих детей, нежели деньги. Ну, кстати, хочу сказать, деньги очень даже неплохие. В среднем за час платят 300 тысяч вон. Я думаю, что таких денег нигде не заработаешь. Поэтому, действительно, деньги неплохие платят там. И, возможно, мы возобновим. Потому что, пока Леха был весь год в России, постоянно агентства писали, звонили мне. Но, к сожалению... И сейчас, кстати, ждут его на предварительные выборы модели, на съемку чего-то. Ну, одежды, возможно. И я сказала, как приедет, сразу мы отзвонимся. Еще часто мне задают вопросы. Точнее, пишут в Инстаграм. Дайте контакты модельных агентств, еще чего-то. Но, друзья, если вы не хотите немножко потрудиться, я не думаю, что что-то выйдет из того, что у вас будет контакт. Я думаю, что агентства, во-первых, так не будут с вами работать, если вы позвоните и скажете, я вот тут такая модель... До таких моделей, как вы, как мы, миллионы, миллионы даже в Корее. Здесь очень много иностранцев проживает, которые симпатичные, красивые, которые могут действительно работать моделями. И у которых есть опыт. Это раз. Два. Есть интернет. Интернет – это сила. Пожалуйста, страничку Инстаграм. Я тоже так же веду страничку Инстаграма детей. Я общую веду, пишу там, что мы иностранные модели. Ну, к Алексею относятся. И двое метисов. И сами агентства меня по хэштегам находят. Поэтому все в ваших руках, пожалуйста. Здесь ездит такой небольшой вагончик. Монорельс – это вокруг парка. Хотим узнать, сходить прокатят нас или нет. Потому что сколько раз мы приезжали, сколько раз ходили, все время что-нибудь не то. Ну, в принципе, были времена короны, поэтому, может быть, сегодня нам повезет. Я не верю, нам повезло. Сегодня мы будем кататься. 45 минут едет вокруг парка. И билет стоит на тасанчика 8 тысяч. А, на меня 8 тысяч, на тасанчика 5 тысяч. Все, через 3 минуты будет поезд. Ждем поезд. Ну, только единственное, что обратно он сюда нас не привезет. Придется нам пешком сюда прийти. Сейчас время такое, в которое он обратно как раз-таки не едет. Ну, ничего, прокатимся зато, да, тасанчик? В следующий раз больше прокатимся. И, кстати, по одному билету в день можно 3 раза кататься. Вот такую карту мне дали. Сейчас мы находимся вот здесь. И вот так вот мы поедем, 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 поедем. Сюда приедем, но обратно нас не повезут. Я думаю, что мы выйдем вот здесь. И пойдем сюда, чтобы нам до сюда не ехать. Это очень далеко. Чайна Таун. Где мы были. Оповещение чайками о приближении поезда. Сейчас. О, это здесь. О, это здесь. О, это здесь. О. Мы приехали, поезд поехал дальше, но нам еще, если дальше уехать, то далеко идти, поэтому мы идем пешочком до парка. Немножко покатаемся и поедем за Хаюнкой. Традиционный наряд корейской невесты и жениха. У нас, к сожалению, не было такой свадьбы с мужем, у нас никакой, в принципе, не было свадьбы. Все хотели, хотели, это Санчик родился, все хотели и так и не сделали. А сейчас уже и не хочется. Это Санчик с Хаюной, да? Пошли. Здесь тоже парк какой-то красивый такой, но времени нет гулять по нему, уже потом все вместе погуляем. Огромный просто парк. Тут, наверное, часами можно ходить. Да, Санчик молодец, он ходит столько времени, сколько надо. Никогда не ноет, с детства, с раннего он ходит. С коляски он слез рано, в года полтора, наверное, в два, точно перестал уже ездить. Колясочки, кстати, можно взять бесплатно в парке гулять. Красота. Бабулечки, дедулечки все гуляют с собачками. Вышедшие из эксплуатации карусели. Кладбище каруселей. Пойдем кататься. Хочешь что-то такое? Внутри бегать хочешь? Классно, наверное, да? Давай. Беги, 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 наверх залазь. Во, во, давай, давай. Теперь идем с Тесанчиком на детскую лодочку. Весело, классно же. Теперь идем на машинки. У нас в детстве тоже такие были. В город-саду. Такие нагленькие. На одну машину мы должны купить все равно два билета. А вот это самая страшная карусель. Я раз на ней каталась, чуть не обкакалась. Хочешь порулить? На, порули. Можешь? Это у нас с тобой кабриолет, да? Кабриолет. Вот на этой карусели Дэнс-диско. Всегда много народу. Вот на других нету. А здесь, видимо, классно веселить. Всегда, всегда много народу. Всегда ждет много народу. Вот сюда не хочешь прокатиться? Ну, я не знаю. Субтитры одни. А вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Весело? Весело? КОНЕЦ Какой? Тиний? Держись. Сам попростился на эту карусель, не знаю, испугается, нет. так нам уже пора ехать пока доедем за хрюшкой и пойдем еще в кафе сходим да чем вкусненькое съедим запах моря я понравилась с мамой на свидание парняга мой уснул нагулялся ну все друзья мы добрались за хьюнчиком сейчас пойдем заберем и пойдем еще в кафешку сходим санечка еле разбудили хрюша пойдем давай приехали в кафе в котором мы уже были красота смотрите какая курилка заходишь дверь закрываешь никому не мешаешь а ой молодец Епо, пипи! Епо! Епо, не все, епо! Ням-ням! 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 Хочешь, да? Сейчас возьмем Сэндвичи Старисанчик выбрал такой тортик Цены достаточно высокие Шоколад-банан 12 000 лон Ну, я думаю, нам хватит пока одного Если съедим, еще возьмем Мам-ням! Мам-ням! Мам-ням-ням! Что такое? Взяли один кофе и один тортик Ты, Санчик, не захотел ничего пить? Ах, Юн, он вредничает, ей надо весь кусок торта руками взять Что? О! М-м-м! М-м-м! Вкусные пальцы у тебя? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот такая вредина Взяла рукой и залезла на стену Ха-ха-ха-ха! Вкусный? какой вкусный торт для действительно вкусно выпечка дорога конечно тортик вот этот 12000 кофе 7 500 все поели все попили объелись кстати кусочком торта и кофе даже не могу допить уже не влазить едем домой а хаюн везде как енот полоску на 5 водой возится и 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 А у тебя какая игрушка? С конфеткой. Машинка. Уже миллион одни и те же игрушки дурацкие стали делать. В киндер их вообще прям бесит. Вот так вот она ест. Давай мама даст тебе. У нас в доме живёт художница. Пожалуйста. Картины Малевича. Очень красиво. А у меня мясо уже подсохло. Три дня оно висело в прохладном месте. И теперь буду намазывать специями и вешать ещё на неделю. И готово. Не знаю, что получится. Смешала здесь все приправы. Сок свеклы для цвета. Попробуем через неделю. Я намазала мясо. Не думала, что это так сложно обмазать куски. С соусом. Но мазала долго. Пока три дня мясо висело, ни одна муха даже не пристала к мясу. Значит, должно получиться вкусно. Мясо хорошо просолилось. Поэтому будем ждать неделю ещё. А вот этот человек вырос. Потому что, как спать, она теперь просит водички, покушать, пописать. Сокормимся. И мне ещё надо успеть сделать уроки. Давай вилочку. Дети уснули. Теперь можно сесть и за уроки. Друзья, спасибо, что сегодня были с нами. Всем до следующих влогов. Пока-пока. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписки. С Латой Санчика идём знакомиться с учителем по тэквондо. Нас ведёт наша заведующая детского сада. Это он за ним. Он за ним. Он за ним. Он за ним. Сходили, записались на тэквондо. Будет ходить 5 дней в неделю. С детского сада автобус будет забирать. Вот здесь недалеко от тэквондо. Туда отвозить в 3.30. И обратно сюда через час привозить. А потом я уже с детского сада буду забирать. Одежду ему в понедельник дадут. Занятия будут 5 дней в неделю. По часу. 160 тысяч оплата вон. Приехали уже в клинику. А то сам выходить не хочет. Потому что нам надо прививки ставить. Двери не открывает. Пойдём. Пойдёмте. Тэсан, скорее давай. Тэсанчику сегодня повезло. Ему не ставят. Только Хаюша ставят прививку. Тэсанчик в следующий раз. Сейчас перед прививкой врач осмотрит нас. А потом прививка. Не могу успокоить никак их. Вот так после прививки. И обязательно после больницы за пончиками. Пикачу. Ну ты не съешь. Один какой-то выбирай. Давай я Хаюночки вот такие возьму. Маленькие. А тебе? Может такие вместе будете кушать? Малышки. Тэсанчик выбрал такой. Хаюночки малышки. На, дочь. На, пончик. Ну не платья. Не обижайся. Не обижайся. Доча. Иди сюда. Иди к маме. Обиделась, да? Кстати, не сказала, что система дополнительного образования в Корее очень удобно устроена. Везде есть автобусы небольшие, поэтому ребенка могут забирать и отвозить. Если, например, у вас есть еще какие-то другие кружки помимо Тэквондо, то, например, с Тэквондо будут отвозить следующий кружок, а следующий кружок уже будет отвозить домой. Это очень удобно, по-моему, особенно для работающих родителей. Как детей дошкольного образования, так и школьников. Классно же? Хаюно увидела здесь кошечек возле дома. Они всегда здесь в будке стоят. Ну я думала, кто-то прикармливает. А тут на первом этаже оказывается какой-то кошатник. Вон они все смотрят. И запах такой ужасный стоит. Здесь, наверное, никто не живет, а вот кошки живут. Не знаю, может кто-то живет еще. Но вонь ужасная. Да, кошки? Вонючки. Мяу-мяу, пойдем, мяу-мяу. Воняет. Тут кошки сына живут, кошки. Все, друзья, на этом всем точно пока-пока. До следующих влогов. Это кошкин дом. Кошкин дом, ну.